Итак, я отдохнул, и все такие сомневались, пускать ли меня. Вот этого я и хотел. Так, что у нас пожарать здесь? Классная заправочка, спадава. Это стоит 30 баксов, особенно с таким видом. Сегодня встречаются пацаны из Сакраменто в баре. А я тащу. Бухаю с мужиками. Да я заблудился! IPA. Но тут сочно. Здорово, ребят. А у нас еще нет. Короче, это да. А чувак такой выходит, ни хрена себе говорит. Идиоты! Ну я ж не дурак, чтоб сильно шевелить мне. Поеду через горный перевал. Хорошо, короче, что я купил шаурму местную и кофе. Итак, я отдохнул. Трак завелся. Правда, я ни хрена не успел зарядить. Ни GoPro, ни телефон, ни велосипед. Значит, поеду до ближайшей кафешки. Возьму что-нибудь похавать. И сяду, буду заряжать велосипед. Я здесь ехал утречком, а сейчас здесь бездничком. Заряда батареи почти не осталось. Вот за этого я не люблю электротранспорт. Был бы маленький моторчик бензиновый залил и поехал дальше. Так, вот сюда я хотел, да, Sturgeon, что-то там. Кафешка. Говорят, что если идти по этому деку, то здесь будет бар. Судя по всему, он в том контейнере. Virgin Sturgeon. Девственник этот. Блин, как он, Sturgeon рыба. Вау. Прикольно. Вот этого я и хотел посидеть с видом на воду. Тут и печка еще есть. Кайф. А вот розеточка. Они все такие сомневались, пускать ли меня зарядить байк. Говорят, ну я же бургер съем пиво, там все такое, аккуратненько припаркую. Короче, пустили. Субтитры сделал DimaTorzok Взаряжается. Велосипед договорился вот так сложить и убрать. Велик оставил там, а сам направляюсь вот сюда побухать на деке. Думаю, что дешево это не будет. Песель. Чилает. Я тоже хочу посидеть. О, это бургеры, нифига. Я тоже хочу такие. I'd like to get some local drafts, please. Я люблю IPA, но на улице плюс 33. Короче, певчанский горький. Прям такой IPA, IPA. Хотя бы лаймами его заглушу. Так, что у нас по-разному есть. Калмары, каламары, стейк сэндвич. Короче, много всего надо выбирать. So, I have a question. It says, the sandwich burger will serve with your choice of soup of the day. How's salad or black beans? Can I have fries instead? We don't have fries. All right, I take famous crab sandwich. Кому бутер принесли? Мне бутер принесли. С крабовым мясом, с салатиком. И сейчас я это IPA-шечкой местной запью. Кто молодец, я молодец. Казалось бы, простые компоненты, но они свежие и вкусные. То есть, если бы где-то на заправке это было, оно бы было безвкусное. А здесь по кайфу. Классная заправочка к салату. Хлебушек хрустящий. С корочкой. В маслице. Внутри мягенький. Краб и какой-то специальный соус мясный. Тема. Это стоит 30 баксов, особенно с таким видом. Итак, отзвонился Андрюха. The Giant. Здоровая Андрюха. Сегодня встречаются пацаны из Сакраменто в баре. Не в баре, в чайной какой-то. И я чешу. У меня зарядился на три полоски. Сейчас уже две. Надеюсь, доеду. Осталось 4.7 мили. На педалях он так себе едет без зарядки. Я уже ехал сегодня. Мясо. Как же все-таки в Сакраменто красиво. Я тащусь. А здесь я сегодня еще не ездил. Блин, какие кайфы. Все для велосипедистов. Реально можно жить, не иметь машины здесь. Городок, блядь. Приехал чай пить. Говорят, что здесь. По-испански трещат. Настолько я его не знаю. Мега-кютный райончик. Разрешили мне зарядить байк, если я его сложу и умещу между сидений, где обычно сидят их работники, отдыхают. Ну, сделаем что. Зря, что ли, он складывается. Хотя бы батарею не вынимать в этот раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Буэнос ночи с камарадом, мучачес и девчачес. Я в Сакраменто бухаю с мужиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, видел его, видел. Генни Таранов. Тебя похожи. Генни Таранов, привет. А, ничего тут бургеры мне нравятся. Классные бургеры с грибами. Паркады, грибы и все. На здоровье, ребята. Кто в курсе, что тут самое вкусное? Какой бургер они жрут? Мне понравилось. Не будем выпендриваться. Генни Таранов, грибы и все. Что, просто с нашим? Там мясо-то есть вообще? Генни Таранов, грибы и пакетик. Красава, спасибо. И пиво тут где? Это пиво. Чего брать будем, народ? Нам нормально бургеров пожрать. Бутерброд у меня провалился уже. Я знаю, что буду кушать. Я буду кушать портабелла бургер. Как тебе взяли, ребята. Выглядит хорошо у них, да? Что у нас на драйвене сегодня? Сидим, грузы так слабовато идут. А кушать? А кушать что будет? Ну, сейчас смотрим пока. Портабелла бургер не войдет с фрицей, по крайней мере. Да, да. IPA. Хорошо. Спасибо. Что-то ты не справляешься. Шучу. Где самые вкусные бургеры? В Сакраменто вкусные бургеры. ПАМ! Портабелла Машрумс. Компания разрастается. Вечер продолжается. Кафешка Дентуреллс в даунтауне Сакраменто. У них охренительные соусы, картофан и бургеры. Здесь все охренительные, но за 30 баксов не может быть не охренительные. Хотя не может. Было у меня в Колорадо за 30 баксов херовый завтрак. Ты уверен, что это дубль фрайс? Ты смотришь меня. Это даже не половина бургера. Я купил дубль фрайс. Да, понятно. Ха-ха-ха. Но тут сочно. Слушаю вас. Продолжаем. С Краснодара, дядя Вася. Не буду его имя называть. Его многие знают. Покойный дядя Вася. Короче, едем. Он со мной в тиме едет. Ну, короче, раз такой едет ночью. Два часа ночи. Шура! Шура! Я говорю, что такое? Да я заблудился тут. Заблудился. А я говорю, где ты едешь? Какой хайвей? Откуда я знаю? Судись там, сам разбирайся. Ну ладно. Два часа ночи. Ладно, я с ним сажусь и едем. По какому хайвей вы едете? Или мы едем? Откуда я знаю? Шура, смотри. Сам смотри. Я ничего не знаю. Смотри. Ладно, короче. Похоже на дядя Вася. Не даст соврать человек. Короче, смотрим этот хайвей. Раз, смотрю, еду, карту достаю. Тупо свет включил. Смотрю по карте. Примерно отсюда я знаю. Выехал отсюда. Где-то в этом штате. Может быть в Айове. Может там хрен его знает где. Смотрим. Раз. Знак, скажем, там 30-й хайвей. Скажем, US 30. Смотри, North. Все, на север едем. Это уже хорошо. На север еду, скажем, там по 30-ке или что-то. Хотя это было, он в сторону сворачивал. Скажем, раз по 30-ке на север еду. У них там что-то интересное. И потом переезжаю до перекрестка. Хайвей какой-то. Переезжаю до перекрестка. Смотрю. Потом раз по карте. Окей. Тупо по этому хайвей. Окей. А нам вообще в другую сторону, скажем, ехать надо. Мы раз по уже с этого хайвей. Чик-чик-чик-чик. Вывел его. Раз, все, пошел спать. Полчаса. Шура, Шура. Ты что, опять? Да ну знаешь, я не знаю, куда-то повернул там это-то. Саня не заметил. Ну вот так ездили. Главное дело, в чем прикол. Когда ты по карте ездил, у тебя в голове было, ты знал, где ты находишься. Даже спя, ты мог там нефиг делать. Знаешь, найти где вот там, например, ты находишься. Нефиг делать. Или заехал куда-то, примерно по городу, у тебя в голове ничего не крутится. Ты заехал, ты смотришь на разруску где-то. Даже кто-то тебя зовет. Ты примерно знаешь где-то. У тебя в голове остается, тебе не надо эта карта. А на большой карте какие там эти улицы? Там улиц ни хрена нету. Там просто у тебя этот, как его, хайвей и все. Ты чик-чик-чик там это разобрался, все, выехал. Нефиг делать. Понимаешь, а с этим первый навигейшн, купил я когда первый навигейшн, ты че, ну это такая втуфта была. Вроде бы легко, он тебе говорит, да? Но когда этот, начинаешь путаться. Я сразу заметил, я сразу начал путаться. Первые эти, да, первые эти появились, я их не покупал. Потом кого-то надо было забрать, у кого-то трак сломался, у него тим был, его надо было в Сакраменто довезти. Этот чел сел там и этот свой навигатор поставил. Такого прикольная штука, взял себе купил. И потом чисто, когда путать начинался, я просто ставил, чтобы эксид мне, чтобы тупо не проехать, если на телефоне, на чем-то. Эксид, все, а так сам раз выключил, а потом сам заезжаю. А ты прикинь, вот перед тем, как у них телефоны были, им надо было останавливаться там на этих payphone, идти туда, если банить на них. Так это, подожди, Ваня, это про меня что ли? Ты тоже такой баня? Конечно, нафиг. Нет, 800-ые были номер, 800-ый номер был. У всех, ну, скажем, компания работает, у них 1-8-8-8. Это то же самое, как 800-ый бесплатный номер. Скажем, боссу позвонил там, что бесплатно, с телефона, collect call делаешь ему. Не надо копейки. А если ты звонишь клиенту, куда доставку сделать или брокеру, то тебе надо денежку платить. А потом я, короче, телефон тоже взял, телефон, это был 99-й год, еще, короче, этот, 300 баксов, на то время 300 долларов, это дофига денег было. 300 долларов, вот этот телефон еще самый крутой, помню, Motorola. Помните, вот эти, я не знаю, пацаны, вы, наверное, слишком молодые. Motorola были, потом появились разные кейсы на них с кнопочками такие. Не, 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 вот эти были флэпфонс, вот эти кирпичи были, а это вот такой, он уже более округлый был. Нокер, 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 вот эти. Я помню, я же со флэпфоном был. Я игру помню, я постоянно играл. А, у них игр не было, это 99-й год. А пацаны, этого 99-й год такого еще не было. Прикинь, на бумажной карте, на стыку, еще надо выходить, что я кейн делать на Payphone. Так подожди, а как я учился на этом? Я никогда, ну, на дизельной технике вообще в жизни не ездил, не ездил за рулем, да? У меня был тогда CRX-SI был, я не знаю, помните? Наверное, старая машина для вас, тогда это пацанячая машина. А у вас еще не было. Короче, это, да. Так это, короче, на траке механический камень стоит. Этот, серенького цвета, как N14, наверное, все будут знать, как N14. А это, получается, дно. До этого, это 87-й год или 86-й, 7-й год, короче, утра. Но ему 12 или 13 лет было тогда, когда на нем начинал ездить. Все механические гейджи. У тебя, получается, на тросу спидометр и тахометр. Тахометр был этот, как тебе сказать. Он не работал, это просто так, на слух надо было. Учиться. Да. Колеса квадратные были, еще круглые. Деревянные еще были. На камнях, да? Деревянные, деревянные. Дройведов больше не было, все на флотбедах. Дройведов не было, да. А ты на дройведке это такая? Нет, степбек. Степбек? С дядь Вася на стендергию? Нет, с дядь Вася нет, на рифе. А, на рифе. Тогда прицеп вам повозки тянули. Все на канистогах. Прямо звуками. Так, трак, первый трак, я в третьем году взял. Молодым пацаном был, 24 года было. Вольф взял, трехлетний какой, где-то трехлетний, да. Около четырех тысяч. Триста с чем-то тысяч на ней было, где-то около четырех тысяч было. Лошадиные силы были не то слово. Были лошади. Когда в Юту въезжаешь, там есть памятник Канистоге. С первыми поселенцами. На быках тянули. Я, кстати, два с половиной года на Канистогах отработал. Технология та же самая. Сдвигается тент, вот эта вся херня. Я приезжал... Блин, куда я прибежал? В Вирджинию забирал груз. Чувак такой выходит, ни хрена себе, говорит. А он этот сервер делает, для милитари, в контейнерах. Сервер. Забирал несколько серверов. Блин, технология, говорит, та же самая, ни хрена не изменилась. А я, говорит, тебе тут серверы гружу новейшие. На милитари-бейсе. Скажи, ты застал времена, когда еще не было тракстапов вот этих. Pilot J, TA и вот это и всего. Нет, нет. Флайн J в 1997 году открылась. Первый. В 1997 год, кажется, эти открылись. 76-ые были. TA-ка уже была, когда я начал. Мне кажется, TA-ки это уже все появится. Это 1999 год. То есть ты только по 66-ой ездил постоянно? Нет. Только и было. Нет, 80-ка. По пустыню. Как его работал. Как в Зальнобойщиках два, надо дорогу найти сначала. Поставить маркер и выйти в колышки повтыкать. Пустыню. Нет, так намного. Тогда ты понимаешь, ты... Как тебе сказать? You are aware of surroundings. Как по-русски это сказать? Как по-русски это сказать? На чем угол? Ну, не совсем это, нет. Все в одно слово. Ты, короче, знал, где ты находился. Понимаешь, что вокруг тебя. Ты понимал, где ты находишься. Реально понимал. У тебя как навигатор твой. Всегда в башке. В башке был ты. Даже тебе ночью где-то что-то там разбудили. Где-то кто-то что-то ты мог понять, где ты находишься. Понимаешь? Да. А вот это с навигатором с этим. Реально люди тупее. Посмотришь на вот этих, кто ездит сейчас. Там идиоты. Ну, тупые. Смотрите на тех, кто ездит сейчас, а. Идиоты, блядь. Ха-ха-ха. Понаберут по объявлениям. Ну да, не говорить. Правда, ты какой-то белый. По сравнению с этим, с идиотами. Это новый вид. Или они братва, понимаете о чем я говорю, или индусы. Они же идиоты, реально. Как едут там, они вообще на плепах. А тогда, в то время, когда Truck Lizards они с картами стучались. Ха-ха-ха. Не знаю. Ну ладно. Не, ну ходили куда, но... Да, динозавры. Ты просто, ты же сам понимаешь. Нет, ни хрена ты не понимаешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смотри. У тебя ТНВД, ну, насос, да. Который этот, впрыскует горючее в этот. Он был тупо на пружине. Это типа как, ну в Раши там, что там. Типа на Урале каком-то. Механическом Урале или на чем-то ехать, да. 14 литров мотор, ТНВДшка у тебя в линию, это рядовая шестерка. Это как маленький моторчик. Там пружина-то хрена эта стоит, такая твердая. И ты должен, у тебя никакого не круиза, никакой хрени нету. Ты ногой эту хрень должен давить. И едешь, и джи-джи-джи, вот как это. Ну, могу сравнить, например, в России, наверное, сейчас остались там. Вот на севере я ездил, в четвертом году на севере был. И Уралы по северу едут, как плиты, дорога сплит сделана, да. И вот едет просто вот это, да, скажем там, пустой или что-то. Вот он газ не может ровно держать, он прыгает. Потому что из-за плит все отдается. Тоже самое хрень здесь было. Ты едешь, и ты должен давить эту педальку там, скажем, да, держать ее. У тебя нога просто отваливается. 700 майлов проехать, тем более босс типа там. Я ж так как тебе сказать, я ж так не знал, как это хрень. Он 55 едет, трак старый там, типа это. Ну вот сколько ему, 12-13 лет было. Ну, 12 лет даже траку было на то время, когда я на нем начал ездить. Ну, не старая машина была. На тракстапе на левой ноге прыгал, да? Ну, на тракстапе там, как тебе сказать, справлялись еще. Там еще можно было увидеть людей, американцев, кто еще справлялся. Кто-то, чего-то там еще. Вы ходили подвое вдвоем на левой ноге. Нет, 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 нет. Ты что, нормально идешь. Ты что, когда вылез оттуда, вот свой вес это нормально нести. А так, реально, ногой держать надо. Твоем нажимали. Реально, там такие нога чувствуется. Вся правая сторона, тебе еще ручку надо дергать. Так, руль. Смотри, еще одна тема была. Да, как, как, я не знаю, как вы проходите этот. У меня здесь было как-то, я не знаю, где-то начало 2000-х какой-то, может, 5-й год. Так, где-то так, прохожу этот, или, но, позже было, наверное, может, 8-й год. И мне этот, шаки делают этот, 80-ка в Калифорнии заезжаешь, там, шаки скейл. Загоняют меня, как всегда. И, короче, это, говорят, руль крутите. А меня еще, ну, олдскул, научили, как тогда делать. Босс еще тогда научил, как делать, чтобы у тебя эти, ну, шаровая, ничего, не разбитая была там, да. Если даже она в жопу там, в дрысь разбитая, там, ты проходишь, ты берешь, короче, он говорит, руль подтягиваешь и держишь чуть-чуть это. И он говорит, дерни, и ты берешь в натяжку, в натяжке его держишь, скажем, пальцем. И потом раз, притягиваешь, а он же на резине раз, натянулся, скажем, потом оп, отпускаешь, отходишь, и ты пальцем придерживаешь. И, получается, вся у тебя там эта, ну, подвесочка, эти рулевые тяги, они натянутые. Он видит, что разбито, то-се, и мне говорит, что ты там это, ты сильнее, я раз-раз, типа, ну, я же не дурак, чтобы сильно шевелить в нее. Он такой, слышишь, ты хуже, у меня бабы тут, типа, сильнее тебя, ты хуже бабы, типа, оскорбляет меня. Оскорбляй, оскорбляй, я же не дурак. Что, мне лучше оскорбление послушать, чем, чтобы ты мне это... Штрафанул. Понимаешь? Не-не, не перебиваю. Проходишь. Может, он правильно показывает, может, к временам другие правила. Тогда по-другому расплачивались. Откуда нет, не было. Ты что, прошел? Конечно, ты чайник. Пацаны, вы просто не представляете, как мы раньше ездили, сколько раз меня останавливали, и я убегал со скейла, потом со всего, и не успевал еще грудь доставить. Скажи, вот, все вот это, стоило это этого или нет? Ну, вот, если сейчас ты смотришь назад, весь этот риск, это стоило было делать? Ну, в смысле, из-за... Конечно, стоило. Из-за ворота, из-за ворота. Конечно, стоило. Вот даже тот, все стоило. Да, просто они покупали. Ну, просто смотри, не на дядю работать, когда на себя вот я работал, это делать, скажи, да? Некоторые вещи, что-то по-другому бы сделал, да? Надо было сразу свою компанию открывать и брать водителей. Набирать, тогда можно было, ты что, тогда бабки можно было там тупо зарабатывать с ничего. Вот тебе берут, advance дают, да, ты у брокера берешь, produce берешь, половину денег ты можешь сразу у брокера взять. И ты сразу с этих бабок мог, это, на солярку зарплату даже водителям заплатить. Приезжаешь, другая часть твоя, все. А расплачивался часто вот это? Нет. Не, менты бывало это. Берешь у него, ты мог зарплату, половину зарплаты взять. Агентств этот, ну да, нет, ну тогда мы давали тебе этот, капчека всем. Вечер прошел интересно. Не у нас одних. Классно, классно, мне очень понравилось общаться с вами, клевой компания. Сакраменто тоже прикольный, пора ехать отдыхать. Я проснулся в Сакраменто с утра, плюс 18 градусов, это просто пушка. Спал с открытыми окнами, как я обожаю спать в прохладную погоду с открытыми окнами. Иду за кофейком и печатать документы. У меня сегодня должна быть военная техника. Лук не будет, лук отдали другим людям. Пластик. Вот это колбасина за 9,99, буррито с сосиской. Хорошая штука, возьму кофеек в Карабах. Много я от него не ожидаю, но останавливаться нигде не буду. Поеду через горный перевал, там нифига нету. Два-два с половиной часа фигачить по горам до пикапа. Как есть. Кофе. 4 доллара. 4 бумажки. 10 долларов. Ха-ха-ха. Вот это я понимаю, Калифорния. Хорошо, короче, что я купил шаурму местную и кофе, потому что пипец очередь на выезд с этой парковки. Два тракстапа в Сакраменто. 8 часов утра, американцы проснулись, поехали на работу. В 7 утра я ходил умываться, никого не было, выезжай как хочешь. Морковка. Суббота вечер до понедельника утра. 40 баксов. Ха-ха-ха-ха. Дорого жить в Калифорнии. Ха-ха-ха. Дорого жить в Калифорнии. Суббота. Редактор субтитров А.Семкин